Плюсы у кого все хорошо. И хотел бы представить вам Анну Николаевну Кротову, врача, специалиста по медицинскому туризму в Беларуси, которая сегодня расскажет об особенностях организации лечебных поездок в Беларусь. Ну а я, Дмитрий Морозов, расскажу в целом о том, какие особенности санаторного лечения и отдыха в Беларуси существуют на данный момент, какие новинки появились и что интересного непосредственно в нашей компании происходит. Ну а дополнит наш сегодняшний вебинар профессионал из области стоматологии, врач Дмитрий Федорович, который расскажет о том, какие тонкости именно данного направления лечебного туризма есть в Беларуси. Так что вебинар у нас с вами достаточно насыщенный, разнообразный по содержанию и продлится примерно час. Так что прошу задавать вопросы в чате, на что сможем ответить непосредственно в ходе нашего разговора. Ну а то, что не успеем, поговорим чуть-чуть позже, после того, как завершим наш вебинар, будем рады ответить на все вопросы, которые возникнут. Итак, наша компания, как известно, ассоциируется в первую очередь на российском рынке с экскурсионными турами в Беларусь, но в целом Белорусская туристическая площадка на протяжении очень длинного отрезка времени ассоциируется в первую очередь с качественным поздравлением в белорусских санаториях, в белорусских домах отдыха. И, наверное, на протяжении последнего десятилетия особенно стало заметно то, что растет спрос на медицинские услуги. Одно время всплеск был обусловлен достаточно невысокой ценой по сравнению с соседней Российской Федерацией, но в последнее время, надо сказать, что спрос не снижается, хотя и цены, конечно, где-то, может быть, и не намного ниже, чем в Российской Федерации, но качество действительно говорит само за себя, и образ положительный как белорусских товаров, так и белорусских услуг на российском рынке сформировался уже достаточно устойчиво. Поэтому люди верят тем услугам, которые оказываются в Белоруссии, и отправляются сюда раз за разом. У каждого есть свои сложности, вопросы, проблемы, и выбор тех медицинских учреждений и санаториев в Беларуси, которые есть на данный момент, он действительно позволяет найти нужное и получить хороший медицинский сервис в стране. Поэтому мы поговорим о том, что у нас есть в плане санаториев в Беларуси, и какие особенности привлекают сюда, помимо доступных цен. Беларусь действительно очень удобная, хорошая площадка, и с точки зрения логистики все-таки сюда добраться несложно. Масса вариантов, не будем застрять на этом внимании. Все, я думаю, тем более уже в списке участников вебинаров очень много знакомых имен и фамилий, и поэтому большая часть присутствующих со страной работает, поэтому хорошо знает о том, что добраться сюда несложно, что языковых барьеров нет. То, что, кстати, сейчас с тем, как перешла Беларусь на новую национальную валюту, конечно, российский турист несколько, наверное, дезориентирован в ценах, потому что раньше, поменяв российские рубли на белорусские, человек мог легко и быстро стать миллионером. Сейчас, к сожалению, можно с трудом найти эспрессо в кафе, но, тем не менее, ориентироваться достаточно легко. Что касается страны в целом, для жителей центральной полосы России климат в Беларуси очень хороший, подходящий. Большая часть санаториев находится в сосновых лесах, ну, конечно, по-разному, но, тем не менее, таковых у нас много, поэтому воздух является хорошим вспомогательным элементом во время прохождения курса лечения в белорусских санаториях. А лесов, как известно, в Беларуси большое количество. Действительно, очень важно отметить то, что сохранилось и имеет продолжение белорусская школа врачебная. Профессионалы в медицинской среде, врачи, медсестры, на самом деле оказывают профессиональный сервис. И не пугайтесь, если санаторий находится где-то вдалеке от Минска, это абсолютно не значит то, что уровень оказанных услуг будет ниже. Экипировка этих санаториев, техническая оснастка, также в большинстве случаев всегда находится на высоком уровне, поскольку в Беларуси школа и в целом культура санаторного лечения она не исчезла. Если сравнивать, например, с соседними странами, той же Литвой, например, где в советское время было огромное количество санаториев, в большинстве случаев они трансформировались в спа-отели. Конечно, не все, но тем не менее такая массовая трансформация произошла. В Беларуси же действительно сохранилась школа, традиция, культура санаторно-курортного отдыха и лечения. Что касается географии санаториев в Беларуси, то действительно они распределены по стране достаточно равномерно, хотя даже новые санатории, которые появляются, например, те же флагманы сейчас белорусского санаторного лечения это Плиса на севере Беларуси, несколько севернее Нарыча, знаменитого курортного региона Беларуси, или же Альфа-Радон, который находится примерно в 140 километрах от Минска на юго-запад, недалеко от города Новогрудок. То есть достаточно отдалены от центра, от Минска, но тем не менее это, в принципе, по уровню сервиса лучшие объекты в стране на данный момент. Действительно, большое количество вариантов, куда направить туристов, 114 санаторно-курортных организаций, огромное количество койко-мест в них, но важно учитывать, что в особенности в тех же, как я уже говорил, лидерах по уровню сервиса в санаториях Плиса, Альфа-Радон, на Новый год уже за несколько месяцев места заканчиваются, то есть определились такие, действительно, лидеры продаж, и на Новый год, действительно, нужно очень заранее бронировать места. Что касательно еще некоторых цифр о белорусских санаториях, это порядка 75 санаториев для взрослых, 7 специальных профильных детских санаториев, 12 детских реабилитационно-оздоровительных центров, в Беларуси этому уделяется очень пристальное внимание, несколько реабилитационных центров и специальные профилактории для студентов. Что касается медицинского профиля санаториев, то, конечно, они все отличаются, есть какая-то специализация у каждого, но в большинстве о своем, они, как и дворусские клиники, универсальны и охватывают большую часть сложностей, которые возникают у человека. Что касательно санаториев высшей категории, то можно их сгруппировать следующим образом, вы видите этот список, то есть сложно достаточно выделить как-то непосредственно под категорией звезд как отеля, но тем не менее по терминологии белорусской можно под высшую категорию отнести те санатории, которые вы видите в этом списке. Они действительно расположены в разных регионах страны, но отчасти вы видите и в принципе за пределами Беларуси сохранились с советских времен такие санатории, которые носят всем название связанное со страной и находятся сейчас уже за пределами Республики Беларусь. Ну и вот к санаториям высшей категории можно еще добавить те два новых частных санатория, которые появились это Плиса и Альфа-Радон. Санаторий Железнодорожник один из лидеров продаж, вот коллеги кто в чате тоже находится могут подтвердить это действительно один из наиболее популярных санаториев страны находится он на северо-востоке Республики в Витебской области и несмотря на то, что основан еще в далеком 69 году благодаря капитальному ремонту в 2015 году действительно очень хороший уровень и высокий уровень комфортности в этом санатории. как видите вместимость тоже значительная благодаря опять же тому, что есть минеральные воды на этом месте поэтому и было место выбрано неспроста для строительства данного санатория ну и практически во всех учреждениях санаторных в Беларуси предусмотрен вариант с размещением с полным пансионом что касательно профилей лечения как видите список начинается с болезней системы кровообращения органов дыхания но это относится кстати к большинству белорусских санаториев нервная система опорно-двигательный аппарат гинекология и вы видите перечень медицинских услуг которые оказываются в данном санатории цены ориентировочные поскольку цены санаторий фиксируют в белорусских рублях поэтому цены чувствительны к курсу белорусского рубля и соотношению его с белорусским рублем но надо отметить что по крайней мере последние несколько лет были весьма стабильны и серьезных колебаний именно в связке белорусский рубль российский рубль не было поэтому каких-то серьезных потрясений надеюсь не стоит ожидать и в ближайшее время так что цены достаточно стабильны как видите номерной фонд весьма достойный и туристов можно направлять в этот санаторий без опаски о том что будут жалобы на комфортность размещения санаторий белорусочка один из флагманов находящихся совсем рядом с городом по сути это в двух шагах от минской кольцевой дороги но не думайте что это как-то повлияет на атмосферу вокруг санатория поскольку буквально сразу же за городской чертой начинается сосновый бор в котором очень комфортно находиться но благодаря такому удобному расположению вся городская инфраструктура для отдыхающих санатория она доступна поскольку легко добраться до города и воспользоваться всеми благами белорусской столицы опять же капитальный ремонт был проведен не так давно в 2010 году поэтому опять же это первая категория санаториев это действительно высокий уровень сервиса вновь кстати граждановичами был в еще 19 веке открыт первый курорт на территории Беларуси благодаря тому что в этом месте на самом деле очень хорошие минеральные воды и большая часть минских минеральных вод как раз таки добывается в этой части минских пригородов так что место в принципе можно назвать первой курортной территорией в Беларуси как вы видите есть определенные нюансы есть такой курортный сбор который у нас появился в Беларуси но в целом это не совсем значительные детали как вы видите профиль лечения достаточно обширен от педиатрии и болезни эндокринной системы до органов дыхания пищеварения и опять же опорно-двигательный аппарат стоимость средняя несколько ниже чем в предыдущем объекте но уровень сервиса ничуть не ниже хотя что касательно номерного фонда вы видите конечно есть определенные отличия но есть опять же вариативность и возможность выбора нужной категории номера санаторий Крыница опять же очень популярный объект вот в нашей компании совсем недавно отдыхала целая группа из Туркменистана в этом санатории остались очень довольны это действительно с советских времен очень известный объект и опять же замечательно расположенный в Минском пригороде все те же Ждановича это действительно объект район скажем так курортный по праву пользующийся популярностью у отдыхающих из стран СНГ и уровень сервиса очень высокий и опять же повторю очень удобно расположен рядом с городом то есть добраться до тех объектов которые находятся на центральной оси русской столицы это проспект победителей очень несложно то есть большая часть отдыхающих в этой группе санаториев любят отправляться на шоппинг в крупнейшие центры торговые Минска в частности есть такой короназамок и вот из этого санатория туристы обычно предпочитают направляться туда как вы видите в 60-е годы возникла большая часть санаториев белорусских ведущих но эта отрасль как я и говорил никогда не забрасывалась в Беларуси большая часть этих санаториев в Беларуси она государственная и вот по государственной программе большая часть этих санаторий планомерно проходила реновацию в данном случае в 2014 году был обновлен номерной фонд проведена реконструкция санатория Крыницы вместимость как вы видите весьма впечатляет 450 койко мест опять же минеральные воды все те же в Ждановичах славящиеся своими целебными свойствами ну и цену от вы также видели профиля лечения как видите тоже схож с коллегами но тем не менее есть определенные отличия что касательно номерного фонда вы видите то что достаточно неплохой и опять же есть вариативность позволяющая подобрать нужные варианты для отдыхающих определенной категории санаторий Ледцы это уже сосед того санатория с которого мы начали вновь север от Дворуси Витебская область край озер край лесов партизанский край и как вы видите это санаторий который возник еще до Великой Отечественной войны в 36 году но опять же 2015 год реновация и возможность уже совершенно спокойно предлагать самым разным категориям отдыхающих что касательно профиля лечения то вы их видите на экране и стоимость опять же достаточно подходящая что касательно востока Беларуси то вдоль реки Днепр расположилось много интересных объектов отдыха в частности как вы видите на самом практически берегу Днепра в Рогащевском районе санаторием Приднепровский это уже Гомельская область юго-восток республики и основан он был в 70 годы и опять же реновация в 2014 году то есть мы проходим по тем санаториям которые гарантированно могут показать и высокий уровень медицинских услуг и предоставляют действительно хороший уровень сервиса здесь как вы видите и косметология не упущена из внимания но в целом стоимость средняя несколько выше чем у тех которые мы оговорили ранее уровень номеров не должен вызывать беспокойство комфорт действительно гарантирован и отдыхающие оставляют очень хорошие отзывы что касательно еще одного санатория из восточной Беларуси город Бобруйск кому-то известный по произведениям Ифа и Петрова а также возможно кто-то слышал о Бобруйском Зефире это один из брендов республики и пожалуй лучший сувенир который можно привезти из Бобруйска вместе кстати с фотографией с Бобром есть такая фотография ну а также в Бобруйске знаменитая Бобруйская крепость располагается которая единственная на территории современной Беларуси в 1812 году не сдалась французам и гарнизон Бобруйской крепости держался вплоть до осени 12 года ну а что касательно санатория имени Ленина как вы видите наследие советское в названиях белорусских санаториев осталось и никаких изменений не происходило и не будет происходить в 2011 году была проведена реновация и действительно хорошая вместимость у этого санатория генеральные воды опять же очень хороши и спектр тех направлений которым оказывает помощь данный санаторий вы видите на экране равно как и средняя стоимость номерной фонд весьма достоин опять же повторюсь из самого санатория неплохо отправиться на экскурсию в Бобруйск в котором есть что посмотреть санаторий машиностроитель вновь восток Дворуси Гомельская область и на всякий случай пускай вас не пугает Гомельская область казалось бы близость к Чернобыльской территории все территории которые пострадали в ходе аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году они были выделены и те санаторно-курортные объекты о которых мы рассказываем находятся вне их но необходимость оказывать помощь тем кто так или иначе пострадал от этой аварии действительно стало определенным катализатором в том числе развития санаторно-курортного направления в Беларуси и повышение постоянного уровня медицинских услуг оказываемых населению необходимость такая была и есть санаторий машиностроитель также прошел реновацию 250 койко мест и следующий профиль деятельности данного санатория номерной фонд весьма достойный так что не должен вызывать нареканий санаторий ружанский один из наиболее хорошо расположенных в очень интересном регионе Беларуси с замечательным номерным фондом с прекрасной территорией сам был в этом санатории очень хорошая приятная территория и действительно высокий уровень оказываемых услуг это достаточно новый объект построенный в 2005 году так что на самом деле хороший уровень замечательное питание и повторюсь отличная территория спектр очень широкий но и средняя стоимость как вы видите несколько выше чем у остальных санаториев которых мы с вами разговаривали номера большие удобные разные есть из чего выбрать мы подходим уже видите так по возрастающей по уровню подходим к санаторию альфа родон это санаторий который был буквально чуть больше года назад открыт и уже завоевал свою клиентскую аудиторию тем уровнем услуг которые оказываются здесь то есть ну не будем сравнивать опять же с звездностью гостиниц но это действительно вместе с санаторием плиса лучший по уровню комфорта санаторий в республике как вы видите 15 год основания и с тех пор санаторий действительно занял на санаторием олимпе такое очень заметное место но что касается стоимости вы видите резкое отличие от всех остальных санаториев которых говорили но это по праву действительно оправдано вот здесь уже действительно совмещение скажем так образа спа отеля и классического белорусского санатория здесь опять же как видите и стоматология среди услуг оказываемых присутствует и масса других услуг которые оказываются на самом современном обработании которое можно на данный момент найти номерной фонд как вы видите говорит сам за себя это действительно очень высокий уровень в данном санатории у нас отдыхали туристы из Саудовской Аравии по проблемам с суставами и это действительно очень очень придирчивые туристы которые остались довольны то есть опыт такой был волнительный но тем не менее в итоге все получилось очень удачно и хорошо так что сюда можно сплавно направлять туристов иностранных в том числе вот из таких дальних регионов санаторий Плиса озерный край республики на берегу одноименного озера посреди леса был возведен этот санаторий опять же в 15-м году что касательно этого санатория действительно постоянно ведется работа по дополнению территории комплекса новыми аттракциями в этом году появился пароход который позволяет прогуляться по озеру Плиса даже понаблюдать сбор этого парохода за тем как добывается лечебная грязь которая впоследствии отправляется в санаторий и непосредственно уже с ней отдыхающие сталкиваются ну вот можно посмотреть как она добывается так что очень очень интересный объект с развитой инфраструктурой находится недалеко от родины белорусского сгущенного молока от города глубокая куда можно отправиться провести выходные а также экскурсии организовываются из этого санатория в самый старинный древний город Белоруссия в легендарный Полоцк так что в этом санатории и здорово время провести действительно оздоровиться туда люди возвращаются некоторые постоянные клиенты месяцами живут вот рассказывали тоже недавно туристка из Санкт-Петербурга уже возвращается туда раз за разом уже практически постоянный свой номер так что на самом деле санаторий позволяет добиться возвратного клиента ну и постоянная работа ведется по расширению досуговых мероприятий в этом санатория мест не очень много для такого санатория 305 поэтому опять же заранее необходимо бронировать спектр оказываемых услуг весьма широк и действительно этот санаторий он с очень хорошим номерным фондом здесь очень качественная мебель выполнена кстати в ряде номеров специально из льна постельное белье как из натуральной ткани несмотря на то что это непрактично но тем не менее вот было желание сделать все из натуральных материалов связанных с Беларусью так что действительно очень и очень интересный санаторий достойный внимания любого уровня отдыхающих ну а в конце хотелось бы продемонстрировать небольшой видеоролик о санаториях поэтому ваше внимание хотел бы попросить направить на этот видеоматериал ну а я на некоторое время с вами попрощаюсь и передам слово после ролика Анне Николаевне и уже чуть позже в ходе ее выступления присоединиться Дмитрий Федорович так что завершаем тему санаторно-курортную и переходим к тематике лечебного туризма буквально одну секундочку и видео начинается уютный уголок белорусской природы сосновый лес и чистейшее озеро комфортабельные условия проживания в номерах уровня 4 и 5 звезд самое современное уникальное медицинское оборудование и оздоровление под контролем специалистов все это санаторно-курортный комплекс Плиса теперь в Витебской области можно получить качественный европейский отдых с заботой о здоровье расположилась здравница в глубокском районе на берегу живописного озера Плиса для ее строительства была выбрана оптимальная рекреационная зона здесь максимально задействованы все климатические факторы помимо природных красот на территории комплекса Плиса находятся свои источники минеральных питьевых и бальнеологических вод по своим полезным свойствам не уступающих к примеру водам курорта Юрмала также для оздоровительных процедур используются собственные сопропелевые грязи это четвертый их источник на территории Беларуси основные профили санаторно-курортного комплекса Плиса заболевания опорно-двигательного аппарата и заболевания тазовых органов полноценно отдохнуть и укрепить свое здоровье здесь может любой желающий санаторий собрал лучших специалистов медицины а оснащение этой здравницы исключительно современное оборудование ведущих мировых и отечественных производителей вода грязи лечебница оборудована на уровне лучших европейских курортов вроде Баден-Бадена ванны минеральные минеральные жемчужные бронные хромотерапия гидромассажные ванны комбинированная гидромассажная и сухая углекислая ванна четырехкамерные контрастные гидрогальванические ванны грязевые обертывания различные типы душей гинекологические орошения подводное вытяжение позвоночника и многое другое в кабинетах физиотерапия оборудование для магнита и вибротерапии установки бесконтактного массажа с хромотерапией локальной криотерапии лимфодренажа ударно-волновой терапии а также аппараты электролечения и высоко тоновой терапии конечно же в перечне процедурного санатория массажа и спа терапия для полноценного отдыха и расслабления бассейн зонами гидромассажа джакузи и водопадом комплекс из трех типов бань турецкий хамам финская сауна и традиционная русская баня а также установка искусственного солнца которая позволит получить только полезные лучи в санаторно-курортном комплексе Плиса разработаны собственные оригинальные программы оздоровления уникальную медицинскую базу дополняет качественное питание местные экологически чистые продукты и специально разработанное меню по показаниям врача это определенные диетические столы а также домашняя авторская кухня для всех отдыхающих в санатории есть собственный кондитерский цех для комфортного проживания каждый гость санаторно-курортного комплекса Плиса может выбрать номер по вкусу и по масштабу в главном корпусе 164 номера разных типов для более уединенного отдыха комплекс на 84 места из одна и двухэтажных коттеджей санаторий оборудован элементами безбарьерной среды включая специальные номера общая площадь всего комплекса Плиса составляет более 20 гектаров сам санаторий построен в духе неоклассицизма и напоминает о дворцово-парковых ансамблях Беларуси 17-18 веков очертание главного корпуса состоящего из трех зданий соединенных отапливаемыми галереями с высоты птичьего полета напоминает очертание утерянной белорусской святыни креста Ефросиньи Полоцкой историко-культурной составляющей отдыха в такой же в офисной местности с богатым наследием собственными легендами также стоит уделить внимание отдыхающие могут посетить древние белорусские города Полоцк и Глубокое а вскоре на территории санатория появятся собственные туристические объекты связанные с историей этого края Добрый день еще раз уважаемые коллеги меня зовут доктор Анна я работаю как индивидуальный предприниматель в сфере медицинского туризма в республике Беларусь по образованию я врач и как никто тонко разбираюсь в запросах клиентов медицинского туризма и оказываю профессиональное медицинское сопровождение в стране по данным министерства спорта и туризма за 2016 год нашу страну посетили пожелали оздоровиться и полечиться около 190 тысяч человек из них 170 тысяч это граждане СНГ и 170 тысяч из этих граждан СНГ россияне и по прогнозам ожидается дальнейшее увеличение роста спроса на медицинские и оздоровительные услуги в нашей стране у нас в Беларуси организован ряд профильных и многофункциональных лечебных учреждений центров диспансеров научно-практических исследовательских институтов в них трудятся специалисты с многолетним стажем работы которые постоянно повышают свою медицинскую квалификацию в том числе и за рубежом белорусским врачам каждым годом доверяют все большее и большее количество пациентов из России Прибалтики Казахстана Туркменистана Грузии Германии и даже Израиля медицинские учреждения у нас оснащены самым новейшим последним оборудованием как диагностическим так и лечебным качество медицинских услуг соответствует европейскому а ценовая политика в нашем государстве одна из самых неизвестных для граждан во всех странах с высоким уровнем медицинской науки к которым относится и Беларусь активно и подчеркну при поддержке государства развивается медицинский туризм и в Беларуси и так если у ваших туристов есть заболевание и желание полечиться в Республике Беларусь милости просим клиент звонит по телефону вайберу заполняет электронную форму на сайте заказывает обратный звонок и я лично с ним общаюсь являясь врачом по образованию я собираюсь анамнез то есть мы разговариваем о жалобах об обследованиях которые уже у него имеются на руках о нюансах пребывания в стране далее мы подбираем исходя из всего этого индивидуально клинику для него индивидуально врача который нужен ему часть медицинских учреждений согласно нашим партнерским программах готовы организовать скайп и онлайн консультирование исходя из собранной информации мы связываемся с клиникой где происходит предварительная калькуляция стоимости и продолжительности вашего пребывания в стране затем клиент обдумывает наш разговор принимает взвешенные решения называет приблизительную время и дату медицинского тура и я в свою очередь оперативно организую для него эту очную консультацию в удобный день час оплата за медицинские услуги происходит клиентам в кассу и по ценам того медицинского учреждения в котором ему оказывают услугу мы работаем без предоплат в тот момент когда ему оказывается услуга он за нее оплачивает воспользовавшись услугами доктора Анны по организации медицинского тура клиент получает профессиональную помощь в выборе клиники в выборе врача избавляет себя от бесконечных влюжданий по просторам интернета в чужом государстве освобождает себя от забот по организации бронирования визита к выбранному специалисту при этом стоимость медицинских услуг для клиента не увеличивается при необходимости доктора накажут профессиональное сопровождение внутри страны встречи в аэропорту или на вокзале переезд в клинику бронирования апартаментов любой ценовой категории и размещение сопровождающего лица также мы совмещаем полезное с приятным например часть наших пациентов они в принципе физически здоровые например они приезжают вот по стоматологическому туру они проводят энное количество времени несколько часов в клинике а затем они совершенно свободны и вот такие люди они желают организовать для себя еще какие-то параллельно развлекательные мероприятия отдых экскурсии музея аквапарки эту часть мы организовываем в поддержке западного тракта стоимость сопутствующих услуг по сопровождению при их необходимости рассчитывается индивидуально и на месте опять же никаких предоплат профессиональный подбор своих медицинских услуг докторан осуществляет по следующим направлениям диагностика лечения и реабилитация наиболее популярные среди диагностических процедур магниторезонансная томография головного мозга позвоночника суставов мягких тканей компьютерная томография ультразвуковое обследование лабораторно-инструментальная диагностика это всевозможные анализы и обследование при использовании медицинской аппаратуры одной из самых востребованных услуг в медицинском туризме в Беларуси является акушерские и гинекологические женщины из многих стран выбирают белорусских врачей для ведения беременности и родов гинекологические операции лечение бесплодия как женского так и мужского экстракорпоральное оплодотворение к примеру ЭКО в Беларуси стоит 2,5-3,5 тысячи долларов в США в России придется отдать за такую операцию 5-6 тысяч долларов в США в Европе от 7 до 10 широко в Беларуси развита онкологическая помощь особо гордимся квалификацией наших врачей достижениями белорусской фармацевтики в этой области и новейшим оборудованием среди которых позитронно-эмиссионная томография позволяющая выявить скрытое новообразование и установить диагноз когда другие методы диагностические несостоятельны такая процедура обойдется около 700 долларов в США наша онкология оснащена линейными ускорителями новейшей аппарат и лучевой терапии в лечении которым заметно снизились очень неприятные побочные эффекты которые всегда присутствуют после лечения лучевого не так давно у нас в республике появился уникальный гамма-нож который позволил выполнять операции высокоточные уникальные на головном мозге популярностью среди медицинских туристов пользуется пластическая хирургия кроме всем известной и применяющейся во всем мире мамопластики пластики молочной железы круговой потяжки лица ринопластики нос блефоропластики наши врачи хирурги пластические проводят также операции по коррекции половых органов и коррекции пола средний чек медицинского туризма пластической хирургии составляет 2-3 тысячи долларов США также у нас эксклюзивные есть услуги в этой области наши пластические хирурги специализируются на хирургии и пластике кисти также приезжают в Беларусь и за кардиологической кардиохирургической помощью оперируют пороки сердца проводят замену клапанов недавно в нашей стране наши хирурги кардиохирурги провели уникальную операцию в ходе которой они провели трансплантацию сердца и легких за одну операцию которая длилась более 12 часов также приезжают люди за нейрохирургической помощью лечения сосудистых и опухолевых заболеваний головного и спинного мозга ангиохирургическая помощь пользуется популярностью это операции на сосудах такие как аорто-бедренное шунтирование аорто-коронарное шунтирование приезжают за офтальмологической помощью оперируют катаракту проводят лазерную коррекцию зрения пересадку роговицы популярны различные эндохирургические операции эндопротезирование и репротезирование крупных коленных суставов к примеру эндопротезирование коленных суставов в Беларуси обойдется от 4300 долларов США за такую же операцию в России придется отдать около 6000 долларов в Европе такая операция будет стоить от 7 до 20 тысяч многие медицинские туристы выбирают Беларусь для так называемого чекап профилактического обследования это комплексное обследование всего организма человека которое проводится для профилактики и своевременной диагностики начальных стадий заболеваний специально подобранные профилактические программы позволяют проводить чекап профилактическое обследование качественно и быстро и конечно же реабилитация индивидуально подобранная программа по реабилитации проводится в реабилитационных центрах и уже как упоминалось в вышезаявленных санаториях здесь хочу отметить принципиальную разницу между лечением которое предлагают санатории и лечению которое предлагает медицинский туризм в лечении санаториями прежде всего конечно подразумевается комплекс лечебных общих лечебно-отравительных процедур который совмещен с качественным отдыхом среди лечебно-отравительных процедур как уже было заявлено массаж лечебная гимнастика классическая кинезиотерапия физиотерапия аппаратная водная процедура иглорефлексотерапия мануальная терапия электромиостимуляция криотерапия лечению холодом соляная комната спеле лечения и ряд других процедур но врачи в санаториях следят за тем чтобы у пациента первое не было никаких острых и хронических заболеваний которые являются противопоказанием к назначению той или иной оздоровительной процедуры и второе они выполняют ряд минимальных медицинских процедур таких как подобрать очки измерить артериальное давление сделать какие-то общие анализы общее обследование исходя из той медицинской аппаратуры которая у них имеется в санатории откорректировать уже имеющееся лечение которое человек принимает клиенты пациенты уже медицинского туризма это прежде всего люди с острой и хронической декомпенсированной патологии которые требуют специальной квалификации врача и пребывания в профильном медицинском учреждении после оздоровления они вполне могут продолжить свою реабилитацию в санаториях далее уважаемые коллеги я расскажу вам как мы будем работать с вами свой заработок я готова делить с вами не по-братски а пополам я готова давать вам 50% половину от того что мне дают лечебное учреждение за клиента но из чего же состоит эта сумма этих 50% медицинский турист платит в кассу медицинскому учреждению у меня заключены ряд договоров с ведущими учреждениями в нашей республике и вот когда они оплатили свой чек из этого чека мне дают по разным условиям от 10 до 20% от этого чека за вычетом медицинских материалов и лекарств то есть если пациент заплатил 5000 долларов и из них 1500 это медицинские принадлежности и лекарства то остается 3500 от которых мне медицинские клиники дают 10-20% и вот из этих 10-20% я готова с вами поделиться половиной мы с вами заключаем договор комиссии вам его вышлют ссылочкой и мы начинаем с вами работать сейчас я я заведомо пропустила одну очень важную отрасль в нашем медицинском туризме это стоматологию это очень популярная перспективная отрасль которая набирает все больше и больше обороты о стоматологии высоко квалифицированно и профессионально расскажет главный врач 4 стоматологической поликлиники с которой я работаю Иванюта Дмитрий Федорович здравствуйте уважаемые коллеги я представляю в городе Минске 4 стоматологическую клиническую поликлинику которая находится в общем-то достаточно удобно в пехнике в партизанском поликлиника существует на этом месте уже больше 55 лет в 16 году было проведено ее полное переоснащение и переоснащаемся и докомплектоваемся мы каждый год штат поликлиники 200 человек врачи которые в отделении в поликлинике существует 4 отделения своя зуботехническая лаборатория в которой работают 40 зубных техников мы достаточно большая современная поликлиника мы оказываем стоматологическую помощь любую стоматологическую помощь на высоком уровне которая только существует в мире врачи которые оказывают помощь они работают с 8 утра до 9 вечера две смены одна смена первая смена и вторая смена врачей которые оказывают эту помощь они имеют только первую и высшую категорию попасть на платный прием который оказывается у меня в клинике на этот прием тоже непрофессионал туда не попадет но хочу сказать что сразу стоматология набирает большие обороты в оказании помощи помощь у нас квалифицированная и в отношении сделав анализ цен Москвы и Санкт-Петербурга у нас цены разнятся очень значительно я потом скажу сколько это стоит у нас а сколько это стоить будет у вас вы в общем-то должны узнать вы сами ходите к стоматологам и знаете сколько это стоит в вашем городе но первое что хочу еще сказать что не каждого человека можно к нам прислать на лечение потому что существует очень много противопоказаний и показаний для стоматологического лечения здесь тоже в общем-то прежде чем к нам ехать надо связаться с медицинским туризмом с фирмой доктор Анна и чтобы сразу оговорить очень много есть нюансов заболеваний которые являются противопоказанием к нам напрямую на наш сайт 4 стоматолог обращаются люди у которых есть заболевания которым не показана какая-то серьезная стоматологическая помощь имплантация ну и так далее есть только возможность например протезирования более простыми протезами не сильно дорогостоящими начнем с того что снятие зубных отложений навести профилактику в полости рта снять зубные отложения очистить зубы ультразвуком отполировать их пастами и нанести вторсодержащие препараты у нас стоит полторы тысячи российских рублей лечение начальных форм кариеса без применения бормашины аппаратом айкон стоит 8800 российских рублей лечение кариеса восстановление фотополимерами композиционными материалами стоит 1100 рублей если нужно человека допульпировать зубы подготовить для протезирования протезируемые коронками если это современная безметалловая керамика оксидом циркония стоит 14000 рублей если это стоит металлокерамическая коронка за одну единицу стоит 3700 российских рублей но с каждой если во рту в рот протезируется уже 3 единицы 5 единиц эта цена за единицу становится дешевле и если человеку нужно запротезировать уже 13 зубов он может быть уверен что 3 зуба ему уже будет протезироваться бесплатно также наша клиника занимается имплантацией зубов имплантация идет фирмой израильскими имплантами работаем премиум класса фирмы мис на один на установку одного импланта у нас стоит это двухэтапные импланты которые устанавливаются человек платит 16400 рублей и в следующий раз мы с ним встречаемся через 3 месяца после того как имплант сначала приживется в косте а потом на нем мы начинаем уже протезирование лечение исправления прикуса лечение брекетами лечение брекетами происходит как бы длительно это в течение года но человек на установку брекетов уходит например 3 часа за это он оплачивает 8800 российских рублей раз в месяц он приезжает в клинику на коррекцию брекетов курс лечения год но цена общая 41100 российских рублей но человек оплачивает просто каждое посещение который он приезжает эта сумма 41000 за 41100 он оплачивает в течение года а также большой спектр у нас изготовления съемных протезов обыкновенный съемный протез стоит из обычной пластмассы производства германия 4100 рублей если уже идут протезы методом литьевого прессования которое вы могли слышать в квадроте это уже стоит 7300 рублей если это съемная протеза современная методика которая только появилась в течение где-то только полутора лет методом литьевого прессования материал немецкий называется перфлекс нейлон он гипоаллергенный это тоже стоит 7300 рублей бюгельные протезы стоят на атачминах 7800 рублей на сегодняшний день мы внедряем в клинике у себя самые современные методики которые только существуют для отбеливания зубов у нас существует такое понятие домашнее отбеливание мы изготавливаем капу на верхнюю нижнюю челюсть даем человеку тюбики с пастой которую он вносит в эти капы носит в человеке только на ночь в течение двух недель повышает светлые зубов на 2-3 тона и это делается в одно посещение за один день подготовка человека сколько времени это все занимает занимает это времени протезирование зубов любой сложности занимает от 7 до 10 дней если это лечение мы можем лечить часть например зубов в первую смену часть зубов во вторую смену чтобы человек отдохнул возле поликлиники находится достаточно много крупных магазинов где можно провести шопинг отдохнуть и вернуться опять здесь зависит от того что сколько количество дней вы планируете провести у нас в стране с такой в общем-то последовательностью мы будем вас лечить мы организуем при желании клиента только при желании сколько главное сразу рассчитать чтобы вы точно сказали сколько у нас есть времени для того что вы хотите сколько если так сколько времени проведете в стране да я читаю сразу попутно ваши вопросы да я вам говорю сцены которые я озвучиваю это все полностью это и материалы а материалы мы работаем только премиум класса это Германия Израиль Италия и мы не работаем какими-то материалами которые непонятно кто произвел они только лицензированные сертифицированные и на которых уже есть очень много подтверждений что они качественные цена это вместе с работой повторяю еще раз все цены которые мы называем потому что клиника она государственная есть у нас частные стоматологические кабинеты в городе Минске и Белоруссии это цены которые будут приблизительно даже как у вас в Москве или в Питере но я вам сейчас рассказываю про свою четвертую стоматологию поэтому цены государственные и они у нас в общем-то очень лояльны удаление зубов простое удаление зубов стоит 1000 российских рублей если это все вы знаете такое понятие зубы мудрости которые восьмые которые могут непонятно как и где располагаться на верхней или нижней челюсти это будет стоить до 2000 рублей еще раз напомню что имплантация которая у нас тоже достаточно пользуется успехом импланты фирмы Мисс Израиль стоит 11700 рублей это первое посещение устанавливаются импланты человек потом приезжает через три месяца и только когда приживутся импланты на них устанавливаются коронки коронка на имплант стоит 41100 российских рублей закрытые синус лифтинги я могу вам рассказывать много конечно вам это будет не очень сильно понятно то что я буду рассказывать но мы производим практически операции любой сложности у себя в поликлинике операции и лечение любой сложности и протезирование любой сложности самыми современными материалами цены которые вы услышали они на самом деле очень лояльные я тоже об этом знаю скажу даже больше я в свое время закончил Самарский медицинский институт военно-медицинский факультет по специальности стоматология мои однокурсники которые работают от Калининграда до Владивостока мы с ними общаемся до сих пор общаемся и очень сильно когда они узнают сколько стоит в Беларуси какие у нас цены на лечение протезирования они нам они мне завидуют потому что у них это стоит все намного дороже спасибо спасибо большое уважаемые коллеги надеюсь на дальнейшее сотрудничество всего хорошего нам пора заканчивать до свидания будьте здоровы спасибо спасибо Продолжение следует...